Добрый день! Выхода, нежели разработать новую систему всеоблемлющей безопасности и обороны. Чем, собственно говоря, вы и занимаетесь. Итак, вопрос. Какова должна быть, по-вашему, эта новая система обороны? Результаты любой войны являются условиями и предпосылками для пересмотра некоторых вопросов, на основе которых вы строили свою безопасность в предыдущие годы. В результате Второй Арцахской войны показалось, что система безопасности Армении не соответствует требованиям и должна быть пересмотрена. Попытки понять, на каких основаниях должно быть пересмотр, осуществлены, приводят достаточно быстро к пониманию того, что речь должна идти не о реформировании, а о построении фактически новой системы обороны и безопасности. Потому что предыдущие, выстроенные на принципах поиска сильного союзника, который берет на себя решение проблем региональной безопасности, расчет на другие центры сил, но они свои силы приводят к поражению в конечном счете. Поэтому попытки пересмотреть, во-первых, возникла теоретическая проблема. Действительно ли такая Армения 21 века, небольшая страна в состоянии создать систему обороны и безопасности, которая сможет сдержать агрессию регионального центра силы Турции? То есть Армения 2-миллионная, 3-миллионная и Турция 80-миллионная. Эта задача имеет решение? Может ли небольшая страна иметь систему безопасности, которая сдержит региональный или геополитический центр силы? Слава Богу, выяснилось, что эта задача решаемая. Более того, достаточно много государств прошли по этому питью и на протяжении веков и десятилетий. Можно вспомнить страны Северной Европы, Финляндия, Швеция, Норвегия. Можно указать страны Балтии, которые сегодня идут по этому пути. Можно вспомнить Австрию, Израиль, Швейцарию. Можно вспомнить Сингапур, Тайвань. Все эти страны в конечном счете решают задачу выстраивания своей безопасности против соперников, агрессоров, которые не сравнены более мощнее. И эта задача была решена. Но решение этой задачи приводит к тому, что вы должны подключать к решению данной задачи не только потенциал государства. То есть построение такой системы безопасности становится не задачей только государства, а всего общества, всего народа. Только государство, которое контролирует где-то 10% потенциала народа, решит данную задачу не в состоянии. Всеобъемлющая ее безопасность, всеобъемлющий подход к построению безопасности, всеобъемлющая система безопасности предполагает, что в решение данной задачи включается все общество, а не только государство, а не только армия. Дело обеспечения безопасности и участия в войне становится задачей не только вооруженных сил Армении, но и всего общества. А это означает принципиальное изменение подхода. Не государство, молодое, несостоявшееся, имеющее больше многих других проблем, берет на себя вопрос обеспечения безопасности. Граждане не скидывают в себя, в кавычках, проблемы на государство. Ты обеспечиваешь мою безопасность. Но все общество, все армянство берет на себя задачу обеспечения безопасности Армении. Это принципиальный сдвиг. Это построение системы на принципиально других основаниях, когда не государство, но общество. Народ берет на себя эти задачи. Учитывая то, что значительная часть армянского народа находится вне пределов армянского государства, то обеспечение безопасности армянского народа становится более сложной задачей даже, чем для обычных или классических народов наций-государств. Но основываясь на этом подходе к решению проблемы, армянский народ имеет возможность и может выстроить такую систему. Да, задача нейтрализации военной угрозы со стороны Турции и других центров силы – это решаемая задача. Но для его решения каждый армянин должен занять свое место в системе обороны безопасности. Это не означает тотальную милитаризацию общества ни в коем случае. Это означает, что каждый на своем месте, в рамках своих функций, своих полномочий, условно говоря, от 12 до 75 лет имеет свою задачу и с достоинством и уважением выполняет ее. При таком подходе, когда ответственность и права за армянское будущее возлагаются на все общество, данная задача становится решаемой. А согласно ли общество, созрело ли общество для того, чтобы понять, что оно согласно ли взять на себя? Хороший вопрос. Когда вы как народ понимаете, что спасение и строительство новой Армении лежит на пути взятия ответственности на себя, вы пересматриваете свое отношение к этому государству. Вы начинаете воспринимать это государство как свое государство. И как свое государство вы берете свой кусок обязанности, ответственности и работы его в строительстве. Начиная двигаться по этому пути, естественно, это некоторый путь, который надо пройти. В конечном счете на этом пути будет меняться и сам армянин. Армянин иждивенец, армянин, который скидывает с себя проблемы на государство или на центры силы, на Россию, на Америку и так далее. Этот армянин постихоньку в каждом из нас начинает уступать место армянину, который сам берет на себя ответственность. И сам начинает определять свое будущее, свою судьбу. Сам берет на себя защиту безопасности своей семьи, своего города, своего поселка, своего села, своей страны и своего народа. То есть, я повторюсь, для меня это принципиально важно. Речь идет о качественном изменении парадигмы. Ты берешь на себя ответственность, становишься ответственным за безопасность, а не пытаешься найти кого-то, кто обеспечит твою безопасность. И становляясь на этот путь, естественно, ты будешь его проходить, ты будешь становиться все сильнее. И в конечном счете окажешься в том кругу государств и наций, которые, пройдя по этому пути, стали успешными и развитыми. Потому что те государства, которые я перечислил, в конечном счете построили богатые, состоявшиеся, процветающиеся государства. Армения вполне может пройти по этому пути. Я считаю, что да, народ, во всяком случае проживающий в Армении, оно устало жить в условиях постоянной агрессии со стороны своих соседей. И вот эта точка кипения, когда, то есть, мой вопрос предыдущий был в том, достигли ли этой точки кипения, после которого, да, народ считает, что он должен взять на себя вопрос обеспечения безопасности своей страны. Ну, по-моему, потихоньку дозреваем до того, что никто в мире, кроме нас, наши армянские проблемы решать не будет, в том числе проблемы безопасности и обороны. Мы постепенно, потихоньку приходим к пониманию того, что безопасность Армении – это сугубо дело армянского народа. От этого констатации, да, защиты, кроме нас, ни первую задачу решать не будет. Результаты войны, когда мы понадеялись на союзника, который выбрал другую сторону, показывают, к чему это приводит. Повторять ту же ошибку и снова иметь потери, которые мы имели, это недопустимо. Народ созревает, что он должен сам решать свои проблемы. Господин Армянин, вот вы сказали, выбрал другую сторону, а можно ли вот так отредактировать эту формулировку? Выбрал не то, что другую сторону, а выбрал собственные интересы? Естественно, выбрал другую сторону, исходя из своих национальных интересов. Эти интересы не меняются? Нет, они могут меняться, но вопрос в том, что вы не должны полагаться на интересы и чаяния других. Вы должны выстраивать свое. Мы до сих пор решали задачу по 30 лет, выстраивая, пытаясь найти сильных союзников. Нашли на севере, могли найти на западе. Но если мы даже теоретически нашли на западе, не означает, что мы не могли получить аналогичную ситуацию. Рассчитывать надо на свои силы, рассчитывать надо на свой народ, на свое государство. В первую и в последнюю очередь. Если вы так выстраиваете свое отношение к своей безопасности, у вас появляются союзники, которые готовы вам помочь в вашем строительстве. Но как только вы пытаетесь найти союзников, которые решат ваши проблемы, вы немедленно проигрываете. Хорошо. Общеармянская платформа Ашхаразор. Суть платформы, во-первых, перевод. Я знаю, что это составляющая часть вашей концепции. Ашхаразор, то есть, если мы понимаем, что в решении задач безопасности, обеспечения безопасности и обороны должна играть роль не только государства, но и общества в целом, армянский народ в целом, возникает необходимость формулирования некой площадки, в рамках которой начнется синхронизация и совместная работа, в рамках которой общество подключается к созданию системы безопасности. Не только через государство, это не означает, что государственные структуры, подходы, силовые министерства перестают существовать. Нет, государство функционирует, так и функционировало. Но государство, помните, я говорил, это где-то 10% потенциала народа. В 90% это общество оставшееся, которое не есть государство. Вот каким образом синхронизировать, координировать усилия вот этого 90% армянского народа, чтобы помочь государству в решении задачи системы безопасности и обороны, это задача. И если ее поставить, попробовать постановку проблемы, то появляется необходимость некоторой площадки, которая бы брала на себя функции или площадок координации этих усилий. Кто должен работать на этой площадке, какие общественные силы, какие структуры будут участвовать. То есть у нас не появляется необходимость формализовать эту задачу. Можно говорить, скажем, о бизнес-кругах, которые должны участвовать, можно говорить о общественных организациях, которые должны участвовать в такой деятельности. Можно говорить о церкви, которая должна участвовать в вопросах обороны и безопасности. Все эти вопросы нуждаются в координации и синхронизации, но не в рамках государства, когда государство становится центром, который занимается координацией. Нет, государство решает свои суббога государственные задачи, которые крайне сложны, когда у вас такой противник. А вы строите площадку, которая помогает государству решать эти проблемы. Это параллельное государство, общественная инициатива и площадка, имеющая цель помочь армянскому государству в решении проблем безопасности и обороны. Не конкурирующие, не являющиеся каким-то другим, но способствующие решению государства своих проблем. У нас есть такая организация, как Ерк-Рапа. Ерк-Рапа, это военно-патриотическая организация, которая решала сугубо военные вопросы за решение военных организаций в предыдущую Арцарскую войну. Сейчас появляются необходимые всеобъемлющие площадки, не только военных, но и всего общества. И необходимо формировать новые площадки, которые будут решать эту задачу. После осознания всеобъемлющихся, что всеобъемлющие... Всеобъемлющие гуманитарные вопросы, медицинские... Обхватывающие все общество. Сюда входит организация, с которой мы перечислили, входит медицина, сюда входит благотворительность и прочее. Все стороны общественной активности, все армянское общество включается в задачу обеспечения безопасности. И, естественно, нужны площадки, на которых происходит синхронизация данных активности. Не взваливаем на государство, которое в условиях войны и так далее оказывается перегруженным, парализованным, мы это видели. Но строим параллельно, разгружая государство в некоторых вопросах, беря на себя функции, которые сегодня решает государство. Но может взять общество. То есть мы начинаем играть роль помощи государству. Мы видели в состояниях войны возможности государства оказываться ограниченными, парализованными и прочее. Разгрузить государство. Дать ему возможность решать жестко государственные задачи и функции. Все, что может решать не государство, такие площадки должны взять на себя в обеспечении безопасности и обороны. Всеобщими усилиями. Всеобщими усилиями. И такой подход, если подходить, то и важнейшим элементом такой системы во всем мире, это не только наш опыт, является несколько столпов, которые обеспечивают все объявляющие безопасность. Первое, это естественно государство, мы не трогаем, государственные органы. Но кроме этого существует система территориальной обороны, так называемая, которая решает проблемы с защитой границ и территорий государства. Не только государственными методами. И, скажем, гражданская оборона. Система, которая является полугосударственной, общественной, которая тоже имеет свою большую роль. Система территориальной обороны, откуда происходит слово Ашхаразор, то есть войска, которые призваны защищать территорию, границу и так далее. Территориальные войска, если попробовать на русском языке сказать, войска, системы территориальной обороны, на сегодняшний день, на мой взгляд, одна из критически важных задач. Потому что после войны мы имеем новые границы, мы имеем огромные проблемы на границах Армении. И в первую очередь необходимо подумать, каким образом мы решаем проблему обеспечения территориальной обороны Армении. Это критически важная задача, поэтому слово Ашхаразор на некотором этапе становится направлением главного удара и внимания, на которое необходимо уделять армянскому обществу, на мой взгляд. Но, естественно, территориальная оборона — это только один из элементов. Важная и критически важная сила на сегодняшний день, потому что, повторюсь, она сегодня практически отсутствует. Та система территориальной обороны, которую мы выстроили в Арцахе на протяжении 30 лет, в которую армянский народ вложил, наверное, около 5-6 миллиардов долларов, мы ее фактически потеряли и должны строить с нуля. И строить с нуля, все-таки мы не понимаем состояние армянского государства, мы изначально понимаем, что только государство с этой проблемой не сварится. Мы должны сконцентрироваться на решении этой проблемы, все армянское общество и весь армянский народ в рамках некоторой общественной площадки, которую я предложил назвать Ашхаразором, обобщив слово Ашхаразор на общественную активность. — Задачи союза компании передовых технологий Армении в рамках этой же платформы Ашхаразор, какие они? — Понимание, что мы должны заниматься общественной активностью, частью общества является бизнес, и понимание того, что задача обороны в 21 веке, война в 21 веке — это технологическая война, в которой высокие технологии играют критически важную роль. Констатация данного факта, который является аксиматичным сегодня, приводит к оформлению роли технологических компаний как особой роли. Высокотехнологичные компании в этой системе приобретают другую роль. И возникает проблема, каким образом высокотехнологические компании могут участвовать в становлении такой платформы Ашхаразор. Понимание этого, попытки оформить этот вызов приводит к тому, что такого рода компании должны взять на себя не только бизнес-функции, не только разработка видов оружия, внедрение видов оружия, но также взять некие общественные функции. То есть, когда бизнес-компании объединяются для решения не только бизнес-задач, но и задач общественных, и задач обеспечения безопасности и обороны. Координируют усилия, синхронизируют усилия и возможности для выстраивания системы безопасности и обороны. Понятно, что компании могут быть конкурентами прямыми, косвенными, будучи компаниями. Конкурентную борьбу никто не отменяет. Но осознание, что есть необходимость выстроить общую систему безопасности и обороны, осознание этой проблемы как общественной проблемы, на мой взгляд, поможет успестрить скорость построения таких систем. То есть, бизнес-компании начинают играть роль не только бизнеса, но и общественной активности. В рамках всеобъемлющей системы безопасности бизнес-компании должны быть взятыми на себя функция не только бизнеса, но и более широкий и общественный, повторюсь. Аналогично можно сказать и о других направлениях, наверное, но это вопрос, который требует обсуждения. Насколько реально вы это видите? Так как высокотехнологические компании Армении достаточно состоявшаяся сфера, которая имеет уже историю общественной активности, я думаю, она может справиться с этой задачей. Как справиться с остальной сферой бизнес-сферы и прочей сферы армянского общества с вызовом всеобъемлющей подхода к построению безопасности и обороны? Это вопрос, который должен начать обсуждаться. Заказчикам должен выступать армянский народ. Это общественный заказ, идущий не от теории сверху, а от высоких, в хорошем смысле слова, идей, которые должно преследовать, которым должно стремиться армянское общество. Но непосредственно снизу, с необходимостью обеспечить безопасность и оборону военно-безопасной страны. Общество, люди, которые ощущают себя незащищенными перед военной угрозой, в таком обществе что-то строить невозможно. Можно иметь блестящие планы, но если человек на земле, в кавычках, в обществе не чувствует безопасность себя, своей семьи, своей улицы, своего города, в такой системе в условиях страха, неуверенности что-то выстроить невозможно. Необходима система, которая внушит, покажет, не внушит каждому гражданину Армении, что да, можно решить проблему обеспечения твоей безопасности. И ты будешь иметь в этом свою роль, ты будешь нести ответственность. Такое взаимоуважение друг к другу, создать основу, некие основы для нового, скажем так, социального договора, контракта между обществом и государством, вокруг которого можно начать строить новое армянское государство. Теперь давайте рассмотрим, какую может быть роль военно-патриотических организаций. Я надеюсь, что их роль тоже будет большая, потому что после Второй Арцарской войны я вижу стремительный рост военно-патриотических организаций. То есть общество в качестве реакции на войну начало пытаться вооружаться, начало пытаться найти способы обеспечения своей безопасности. Через участие в группах подготовки, военной подготовки, огневой подготовки и так далее. Этот процесс идет снизу. На сегодняшний день уже на десятки, а может быть уже даже сотни таких организаций по Армении за два года создались. Их число будет расти. Я надеюсь, что на некотором этапе развития эти небольшие или большие военно-патриотические организации придут к пониманию, консенсусу, что необходимо объединить свои усилия. И в рамках уже единых, более больших, крупных военно-патриотических организаций, союзов, альянсов, это не важно, как это будет названо, они начнут синхронизировать и координировать свои усилия для того, чтобы выстроить новую систему безопасности. В этом случае тогда можно будет говорить как минимум о двух полюсах в армянском обществе, вокруг которых может начать строиться такого рода система. Не только высокопроизводительные компании, высокотехнологические компании, общественный союз таких компаний, но и общественный союз военно-патриотических организаций, которые, я надеюсь, через некоторое время, через месяц, через год, желательно быстрее, чем через год, будут становиться на ноги. Это неизбежно. Турция и Азербайджан говорят, что обратились к Армении с миром, что они ожидают, что Армения оценит этот жест. Вы этот жест видели? Какого он с виду, этот жест мира? Я такого жеста не вижу. Со стороны Турции и Азербайджана были только угрозы, причем угрозы применению военной силы. В таких условиях говорить о мире, на мой взгляд, некорректно. Не имеет смысла рассуждать и принимать всерьез слова Турции или Азербайджана. А почему такие заявления делаются? Нормально, это есть дипломатия, информационная работа, пропаганда, дипломатическая работа. Они заявляют о мире. Вопрос в том, насколько армянская сторона готова адекватно оценивать слова Азербайджана. То есть, это проблема не Турции и Азербайджана, это проблема армянской стороны, которая должна адекватно реагировать на такие заявления. Поэтому, на мой взгляд, тут вопроса нет. О мире в регионе, о мире между Турцией, Азербайджаном и Арменией пока говорить очень рано, к сожалению. Шушенская декларация ратифицирована и предусматривает, что две страны будут оказывать взаимную помощь в случае агрессии со стороны третьей страны. Можно уже говорить о создании единого турецко-азербайджанского военного пространства, военно-политического и пространства, и союза, так? Да, даже можно, наверное, еще жестче сказать. Подписание ратификации данной декларации вынуждает армянскую сторону констатировать, что к лозунгу «два государства, одна нация» можно присоединить через запятую и немного интерпретировать. И говорит, что два государства, одна нация, одна армия, но два государства. То есть, ратификация данной декларации означает, что мы можем и должны рассматривать турецко-азербайджанскую армию как единую армию. Не армия двух союзников, не армия двух братских народов, но единую армию. То есть, Азербайджан и Турция заявляют о намерениях и близких намерениях выстроить единые вооруженные силы. Не объединенные, а единые. И в этом случае надо будет говорить о едином действительно военном пространстве Азербайджана и Турции. В вопросах войны Турция и Азербайджан достигли Мия-Цума. Военного политического этого государства пока, то есть объединенность. А в вопросах военных можно говорить о единой. О Мия-Цуме, который сумел совершить турецкий народ. Армянский народ 30 лет никак не доусужился, в кавычках, про разглашенный процесс Мия-Цума завершить. Турецкий народ его завершает. Они поставили эту задачу и решили. Я еще раз повторю, для них это вроде бы прекрасно. Для нас почему это опасно? Для нас это не опасно, в том плане, что от этого, от объединения и создания единых вооруженных сил, уровень военной угрозы Армении не изменился. То есть это была реальность, которую мы де-факто знали. Это де-факто реальность, сейчас оформилась де-юро. Почему они оформили это де-юро? Это устраивает, это их интересы, они их оформили. Они пользуются моментом, когда центры силы геополитически региональные заняты украинским кризисом и решают проблемы на периферии данного кризиса. Усиливаются, это нормальное поведение государства. Претензий к турецким или азербайджанским руководителям быть не может. Они создают единое пространство, они создают как единый народ, единое военное, потом, возможно, создают и политическое пространство. Армянскому народу надо формировать отклик и строить систему безопасности, которая будет готова противостоять единому азербайджано-турецкой реальности. Это задачи, которые стоят перед нами, и мы их должны будем решить. Успеем? Гонка со временем, но если начать строить, если армянский народ осознает, что разрешение есть и решение лежит во всеобъемлющем подходе, где весь армянский народ участвует в строительстве, опыт показывает, что в этом случае армянский народ в состоянии делать скачки и рывки. Хорошо. Следующая встреча представителей Армении и Турции состоится 24 февраля в Вене. Каковы перспективы этих переговоров, на ваш взгляд? Я не вижу перспектив в конкретных данных переговорах. Налаживание отношений, я это всегда говорил и подчеркивал, армяно-турецких коммуникаций, отношений, не обязательно сразу дипломатического уровня, это критически важно для Армении. Для Турции, наверное, это тоже важно. Но создание таких условий, возобновление этих отношений, это критически важно. Повторюсь, на тех условиях, в которых они начаты сегодня, у нас нет шансов достигнуть чего-то хорошего. Это не тот формат и не те условия, в которых надо начинать такие переговоры, на мой взгляд. Армения сейчас слаба, Армения после поражения. Армения под тотальным, практически тотальным военным воздействием Азербайджана-Турецкого альянса. В этих условиях переговоры не начинают. Я бы подождал с переговорами, пока Армения придет в себя, справится с результатами поражения, начнет строить новую страну, новое государство и после этого возобновлять эти переговоры. Но ждать у нас возможности нет, мы видим, что стороны подталкивают друг к другу. Стороны подталкивают, я понимаю, но сейчас начинать их нельзя. Подталкивает кто? Подталкивает, по-моему, армянская сторона. На сегодняшний день инициатором переговоров выступила армянская сторона Никол Пашинян. На мой взгляд, это была ошибка. Не надо было поднимать эту тему. Не Запад? Тем более, не Запад, не так далее. Это инициатива армянской стороны, которая без предусловий, без оформления своей позиции, не понимая, каковы твои позиции, с чем ты выходишь на переговоры. Не сформулировав цели данных переговоров, не сформулировав ограничения, которые лежат в этих переговорах. Никол Пашинян выступает как глава армянского государства, но не армянского народа. У нас до 80% армянского народа проживает вне армянского государства. У Николы Пашиняна нет мандатов на установление отношений с Турцией, не обговорив пределы, не получив мандат от всего армянского народа. Турция говорит не разрешать диаспоре вмешиваться в нашу... Это уже предусловие. Турция ставит предусловие армянской стороне, каким образом она должна... Но она это мягко говорит. Не важно. То есть армянская сторона тоже должна выставить какие-то предусловия. Какие предусловия? С чем Армения не будет согласна? Мы позицию Армении знаем? Нет. Ее нет. Мы задачи, цели Армении в этом плане. Армения поставила цель налаживания отношений с Порцами. Налаживание отношений или открытых границ. Но во имя чего? Конкретно вы представляете, вы знаете? Нет, мне сложно. Я повторяюсь, я не вижу, почему и как. Как Армении собирается решать проблемы экономической безопасности при открытых границах? Как Армении собирается решать проблемы национальной безопасности при открытых границах? Это ничего такого, я уверен, не то, что не говорится обществу. Я уверен, что эти вопросы не формулируются даже армянской властью. Ситуация хуже, чем можно предположить. Это не то, что тайная часть переговоров. Я почему-то уверен, это речь идет об эмоциональном, или как сказать, что армянская сторона, идя на переговоры, данные вопросы не задавала. И это меня, конечно, тревожит. Турция сильный противник. Турецкая дипломатия — это сильный противник. И выходить на контакты с такой силой, которая еще два года назад недвусмысленно заявляла, что его цель уничтожения армянского государства, надо выходить с подготовленными. Ни армянская власть, ни армянская экономика, ни армянская армия сегодня не в том состоянии, чтобы идти на переговоры с Турцией. На мой взгляд. Тем более, если я сейчас сформулирую эту мысль, вы скажете, это правильно или неправильно. Война продолжается, и в условиях налаживания отношений она опять будет продолжаться в виде мягкой силы. Турция будет применять мягкую силу. — То есть вы говорите об одном из парадоксов, да, как бы на фоне продолжающейся войны, когда стороны не заявили о мире, не заявили каким образом... — Не только не заявили о мире, когда с одной стороны все время угрозы идут. — Я мягко выразаюсь, когда... Ну, уже уточняете, я пытаюсь мягко сказать, как бы, когда в условиях войны ты говоришь о необходимости налаживания отношений с врагом, не обговорив, что ты хочешь в результате получишь, каковы цели этой коммуникации, каковы цели этих отношений. Ну, хорошо, ты его отношения налазил с Турцией. О чем ты будешь говорить в рамках этих коммуникаций? Какие вопросы ты собираешься обсуждать? Не задавайте вопросы, не получив в обществе согласия, политических кругов нет, я понимаю, но в армянском обществе, в армянском народе, не придя к консенсусу, что ты собираешься обсуждать с Турцией, как можно идти на эти контакты? Лично для меня невозможный контакт, если турецкая сторона, скажем, не признает геноцид. Меть я верну. Это предусловие, которое, на мой взгляд, должно поставить армянская сторона. Признание геноцида, закрывание этой страницы. Он говорит, я не закрываю страницу, там, помните, там комиссия или там всякие... Никаких комиссий, это вопрос политических, государственных отношений. Признайте, что был геноцид. Он говорит, закройте эту страницу, давайте с новой страницы начнем. С новой страницы можно начать, видите, мы начинаем уже спорить. Можно начать после того, как вы закрыли геноцидальную страницу в взаимодействии с этим обществом, с государством. Это моя точка зрения. Это ваша точка зрения. Возможно, моя точка зрения придерживается 10, 15, 20% армян. Армянское государство идет на контакт, не спросив меня. Не спросив, каких я, которых в армянском обществе будет не 2% и не 20%. Даже если у вас будет 20% и процессы пойдут... Нормальное гражданское общество должно учесть мнение 20% общества. Хотя у нас не 20%, так думаю, еще. Я думаю, сторонников Никола Починяна 1-2% в армянском обществе. Итак, соглашаются на налаживание отношений мягкой силы, продолжение войны в виде мягкой силы. Не соглашаются. Опять же, война продолжается, но не в форме мягкой силы. То есть, в любом случае, война продолжается против Армении. Я повторяю, я не могу понять позицию армянской стороны. Позицию турецкой стороны я понимаю. Позицию Азербайджана, как сателлита Турции, я понимаю. То есть, какая позиция? Они не остановились? Или все-таки остановились? Нет, они не остановились. Они поставили цель, они ее решают. Уничтожение армянской государственности, как факт. И Али время от времени это оглашает? Это напоминает армянскому народу. В этом плане у нас нет претензий к одной стороне. Претензий к армянской стороне, которая не хочет видеть эту реальность или имеет какие-то другие цели. Я повторюсь, я не могу квалифицировать, дать оценку по поведению армянской власти. Вы можете, но не хотите. Нет, я действительно не могу. Я не могу понять, чего они хотят. Это другое, но дать оценку вы можете. Оценка, то есть, на мой взгляд, такое поведение недопустимо. Когда ты не разъясняешь обществу, как ты собираешься восстанавливать многовековые отношения, которые прошли через геноцид. На каких принципах? Я бы хотела уточнить. Недопустимо, потому что опасно? Нет, то есть, ты должен поставить эту проблему. Турция никуда не исчезнет, Армения никуда не исчезнет. Мы будем взаимодействовать. На каких принципах? Это проблема, которую надо поставить в турецком обществе, в армянском обществе. Еще раз, почему недопустимо? Я говорю недопустимо, потому что опасно. Это одна из возможных формулировок. Вы понимаете, мы не можем даже квалифицировать, как опасно. Потому что, повторюсь, позиция армянской стороны неясна. Ее нет. Невозможно дать квалификацию того, чего нет. Может, они очень такие умные и хорошо скрывают? Не думаю, что они умные, к сожалению. Я не думаю, что они что-то скрывают. Если бы они что-то скрывали, это было бы, как парадоксально не прозвучит, все-таки каким-то объяснением. Что есть тайная дипломатия. Мы 30 лет скрывали карабахский процесс. На горно-карабахское урегулирование получили катастрофу. Скрыто не вмешивайтесь, все нормально. Получили норму войну на катастрофических условиях и результатах. Я это мог бы понять, что идут тайные перегороды. Но армянская сторона даже этого не говорит. Понимаете, Гаяны? Очень сложно давать оценку того, темная комната, закрытая комната, что там внутри этой комнаты, никто не знает. И те, которые закрыли комнату, тоже не знают. Как можно дать квалификацию тому, что там находится? Как можно дать квалификацию коммуникациям с Турцией, если армянская сторона не формулирует свое отношение? Не формулирует, чего она хочет, кроме как, прошу прощения, мелкого бизнеса, налаживания границ, чтобы легче было торговать, проще было торговать. Это смешно. Это мнение, мышление мелкого трактирщика, мелкого бизнесмена, который имеет небольшой магазинчик и торгует им. Это не государственный подход. Я не хочу верить, что на этом уровне менталитет армянского государственных деятеля на этом уровне. Что вы хотите от взаимоотношений с Турцией? Поставьте этот вопрос перед собой и сформулируйте ответ, чтобы можно было дать оценку. Хорошо. Если дальше турецкая сторона будет говорить с Арменией языком угроз и открытой вражды, что остается делать Армении? Строить всеобъемлющую систему обороны и безопасности. Это у нас как итоговый идет вопрос. Всеобъемлющая оборона и безопасность. Когда Турция будет знать, что на территории Армении трехмиллиона Армении, один миллион в состоянии взять в руки оружие или тем или иным методом участвовать в организации обороны, Турция не перейдет к границу. Вы в самом начале нашего разговора все-таки напомнили, сколько населения, какое население Турции, какое население в Армении. Вы считаете, что это реально? Это реально, потому что... Сама защита со стороны Армении, она реальна? Это реально, потому что десятки народов прошли этот путь. Эти десятки народов... Такое же враждебное соседство, таких же угроз? Это уже специфика. У нее были свои угрозы. Такой же агрессии? Финляндия выстраивала свою систему безопасности, обороны, всеобъемлющую систему, она тогда называлась тотальной системой безопасности, на фоне противостояния Советскому Союзу в 1938-1939 году. Советский Союз, который, вы знаете, потом Вторая мировая война, Шлача, и небольшая Финляндия, которая 30 лет как приобрела независимость в 1918 году. И они решили эту задачу. Норвегия решала эту задачу, Швеция решала, Израиль каждый день решает эту проблему. У них за спиной кто-то стоял? Нет. Финляндия остается нейтральной страной ГНН. Финляндия решала эту проблему как нейтральная страна. Все условия раскрыли. Финляндия имеет союзников, но задачу обеспечения своей безопасности она решает в одиночку. Тайвань имеет союзников, но задачу 10 миллионов, 50-60 миллионов Тайвань решает проблему противостояния одному и двухдесятмиллиардному Китаю на собственных силах своих возможностей. Это решаемая задача, если вы хотите ее решать. Если вы ее решите, вы сможете начать говорить с Турцией, с любыми другими государствами в мире. С вами будут говорить. Мой последний вопрос. От чего зависит мир в регионе? От способности Армении выстроить свою систему безопасности и выйти на контакты, коммуникации со своими соседями. Иначе? Иначе будет состояние войны непрерывной, которую мы имеем последние 30 лет. К этому надо привыкать. Войну можно закончить. Хочешь мира, готовься к войне. Армения должна быть подготовлена к войне, выстроив свою систему безопасности и обороны. Армения должна вести себя агрессивно? Не агрессивно, строить свою систему безопасности и обороны. Выстроить территориальную систему обороны, гражданскую обороны, выстроить профессиональную армию. Когда имеешь противником не азербайджанскую армию, полуармию, извините, хотя они 30 лет занимаются, но армию НАТО, турецкую армию, твой профессионализм твоих вооруженных сил должен подняться на два порядка. Армения не может ограничиться той вооруженными силами, которую она сегодня имеет. В рамках всеобъемлющей системы безопасности Армения решает качественно более сложную задачу выстроения профессиональной армии на качественном другом уровне. На два порядка более сильная армия должна стать Армения. У Армении нет денег, скажут. Это не проблема денег, это проблема менталитета, доктрины и желания. Если у вас есть стремление, воля строить такую армию, строить такую систему безопасности, у вас найдутся деньги. Но если у вас нет воли, если вы не хотите ничего строить, и вы ноете, в кавычках, являетесь лиджевенцами и пытаетесь найти, кто бы за вас решил вашу проблему, никто бы вас решить проблему не решит. Хватит. Хватит на кого-то надеяться. Надеемся только на себя и строим свою армию, свое государство и свою систему безопасности. При таком подходе все задачи решаемы. За полгода, за год, за пять лет, за десять лет. Это другой вопрос. Но они решатся. На всех других путях, на мой взгляд, у нас решения нет. Мы становимся частью какой-то другой системы. Неважно, вилаята, губернии, или иранской, или китайской, или западной. Этот путь не для меня. Я думаю, для подавляющего части армян это тоже не тот путь. Я хочу иметь сильное армянское государство, процветающее государство, где хотят жить его граждане, где конкурс, чтобы стать гражданами Армении. Мы можем этого всего достичь. Просто правильно подойти и поверить в свои силы. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо всем, кто следил за нашей беседой. Напомню, что у нас гость программы был эксперт по проблемам военной и национальной безопасности, доктор политических наук Рачарзу Манян, беседа Вилагана и Рагелян. Всех благ и мира всем.